дорогая моя подружка это видео только для тебя сегодня 5 августа у тебя день рождения спасибо соцсетям я это увидела так бы я и не вспомнила даже поздравляю тебя мои хорошие с днем рождения я тебе уже написала лично поздравила написала что у нас уже в таком возрасте все в жизни есть дети у нас выросли подрастают внуки закончился трудовой пост сейчас мы на пенсии сейчас нам важно только чтобы было здоровье я желаю тебе чтобы твоего здоровья хватило до 100 лет проживания чтобы тебя радовали внуки не огорчали дети и чтобы чтобы рядом человек которого ты очень сильно любишь был до последних наших был до последних твоих дней вместе кто у меня на канале давно тот помнит одна у меня была болталочка о подругах что у меня нет подруги уже давно она была только в школьные года студенческие годы а потом когда я вышла замуж толка естественно подруги у меня почему-то не стало вот все были только семьями чтобы одна подруга это мне не было но я ошиблась в этом у меня есть одна подруга но с этой подруга я не стою рядом не обнимаю ее не плачу в жилетку не шепчу и какие-то радостные новости в ушка но она всегда рядом сейчас она в соц сети а раньше была в по переписке письма познакомились мы с ней в техникуме это моя сокурсница сокрупница коллега потом мы с ней учились вместе строительном техникуме вместе жили общежитие только она у жила с одной девочкой в комнате я жила с другой девочкой в комнате и самое интересное что лена не общается с той девочкой с которой она жила и я не общаюсь с той девочкой с которой я жила но мы всю жизнь общаемся с лены хотя мы в техникуме не были такими заядлыми подругами мы просто вместе учились я была старостой группы три года мы четыре года учились первый год была одна девочка три последующие года было я а лена была как курит коллеги называется она очень хорошо рисовала и писала я могла часами завороженно смотреть как она брала перо и быстро быстро писала если брала карандаш она моментально все это рисовала я удивлялась я же в то всегда любила любила рисовать но не умела рисовать всегда хотела научиться рисовать и вот кто это умеет делать я конечно этому завидовала вот и когда кончив технику мы естественно разъехались все по своим местам куда нас распределили и с этой лены мы начали общаться письменно она мне написала я написала и вот так в письменном виде мы с ней общались в свое время еще в техникуме я была у нее на свадьбе она была у меня на свадьбе мы с ней вышли замуж когда были в техникуме солнце слепит прямо в глаза вот и мы с не очень хорошо следили за жизнью друг друга хорошо знали как живется нам у кого какие трудности какие переживания к рожали детей у леночки трое детей у нее старший такой же как мой у нас наши старшие 40-летние дети младшие 30-летние дети а вот по центру у меня нету она еще дочку родила трое ребятишек у нее жизнь сложилась у нее хорошо с мужем она всю жизнь прожила с мужем и она всегда говорила про своих детей когда выходи когда выходишь замуж ну какие мы выходили замуж 18-летние какая там уж сильно любовь была так но вроде понравился но вроде надо в замуж выходим замуж родился ребенок я про лену говорю родился у меня совсем другое родился ребенок потом проходит какое-то время ну чё один ребенок ну так и с мужем складывается ни шапка ни валка но вроде живут вроде бы и ничего хорошего и плохого но средние живут и живут но второго ребенка надо вот родили второго ребенка девочка родилась первого не у андрей 2 елена 3 григорий гриша потом значит проходит определенный промежуток времени уже большой и она все больше и больше влюбляется в своего мужа то же самое происходило у меня с эльгизом точно так же я также вышла замуж точно так же у меня не было никаких чувств ничего и потом только с годами у меня наращивалась вот эта влюбленность это любовь именно вот сейчас она мне вообще безмерно и у лена у это точно так же и вот уже третьего не рубля и ребенка родили вот по любви прямо вот залюбленный ребенок у них родился 3 все трое у нее женатые внуки есть дай бог всем пусть они вырастают хорошими детьми здоровенькими и умненькими вот и мы вот с ней общаемся все 40 лет вот мы закончили техникум 80-м году вот возьмите до этого 4 года 76 вот мы учились знали 80 мы закончили технику больше мы с ней никогда не виделись 40 лет только по фотографии вот сначала письмами потом соцсетями когда мы переехали из чеченской области сюда в кировскую немножко был перерыв но это от меня зависело у нас установление шло я не давала свой ад своего адреса у него практически не было не вот немножко у нас тут была заминка потом когда появились соцсети телефон и все и мы опять с ней нашлись и так и продолжаем с ней дружить вот кому я могу и в жилетку поплакаться и на плече полежать но только с годами становишься сентиментальным конечно но только все только виртуальному вот в этом я пишу ей обо всем обо всем и она точно так же это одна из немногих моих друзей знакомых подруг которая смотрит каждое мое видео каждое ей теперь как мне не нужно о себе что-либо писать она все про меня знает я только что-то такое сокровенное уже пишу ей вот она просто смотрит 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 и к через какое-то время но он тоже теперь слушай про меня что у меня произошло за это время и пишет много-много это не то что там два-три предложения до много вот прямо статьи можно сидеть целый вечер читать сколько она мне отправить мы наверное этого на этом фоне и с ней сошлись она любит писать и я также она после техникум кстати художником очень долго работала вот а потом она всю жизнь отработала она живет к чтенской области краснокаменский в краснокаменский там это кто знает урановый городок и она работала баран там то есть с атомом конечно куча болячек еленочка здоровья тебе здоровья здоровье здоровья здоровья но она выглядит очень хорошо просто замечательно она красавица просто красавица я не знаю фотографию может поставлю может не поставлю не знаю разрешить-не разрешит она вот вот такая у меня есть подруга на все времена на все годы ни разу мы с ней больше не встретились но ей соцсети есть скайпы есть видео звонки это все есть а вот так вот наяву то но мне кажется даже вот так дружить и проще проще тут базар свой фильтруешь никогда человека не обидишь ничего и плохого не скажешь все будет прекрасно даже что-то написала прочитал нет не то стер заново написал и дружба получается вот у нас сорокалетние да все ли на спасибо моя хорошая что ты всегда со мной рядом спасибо что вовремя напишешь нужные слова вовремя меня поддержишь ну точно так же делаю я мы с ней обсуждаем все вплоть до того как чем кормить котов как за ними ухаживать как выгуливать как с мужем отношений как с внуками и как с детьми все все мы с ней проговариваем мы с ней прямо на одной волне мы даже думаем одинаково у нас даже сны с ней одинаковые мы даже едим с ней одинаково у нас очень очень много одинаковых вкусов еще раз поздравляю моя хорошая тебя с днем рождения всего-всего тебе самого лучшего по жизни знай что я у тебя есть я ее постоянно зову к себе в гости гру давай хотя бы вместе съездим на море она никогда не была на море у нее такое здоровье слабенькое говорю вот ну надо побывать бы на море не соглашается никогда она нигде не была и никуда не хочет она один раз только съездила алиночка не помню то ли в кемеровской области ли в новосибирску где-то вот и все больше она никогда не была вот она на одном месте среди своих детей внуков работа на очень долго работал на пенсию не выходила она буквально вышла на пенсию 2-3 года только хотя у них вредный цех она могла бы давно уже на бытной пенсии у нее пенсия давно но работала работала и работала куда ехать когда работа и работы ну все я знаю что ты увидишь это видео знаю прекрасно потому что ты смотришь все мои видео спасибо что меня дорогие вы выслушали леночка тебе спасибо за каждое твое доброе слово за поддержку всем пока пока до новых встреч с днем рождения мои хорошие с днем рождения обнимает целую